селям алейкум любители спорта и экстрима в эфире программа спортивный характер и я ее ведущий ленур катаев скорость опасность адреналин чувство невесомости все это испытывает мотоциклист во время езды о том с чего началась история мотоспорта и как он развивался на протяжении сотен лет смотрите далее в нашем сюжете мотоспорт это технический вид спорта в котором практикуются соревнования по езде на дорожных и спортивных мотоциклах по специальным трассам считается что возникновение мотоспорта напрямую связано с изобретением мотоцикла в 1885 году год лип даймлер изобрел первую машину для верховой езды а уже спустя два года французская фирма дедион бутон наладила серийное производство трициклов однако первые мотоциклы были восприняты обществом с большим недоверием организатором первых мотоциклетных гонок считается автомобильный клуб франции созданный в 1895 году именно он в течение многих лет оставался центром мотоциклетного спорта отправной точкой соревнований долгое время был париж сначала основным видом соревнований были шоссейные гонки пробеги на длинные дистанции но у зрителей они не вызывали особого интереса для повышения зрелищности и популярности мото соревнований начали проводиться мото гонки на ипподромах и велотреках а затем и на специальных мототреках которые были закрыты от пешеходов и общественного транспорта и могли проходить безостановочно кроме того появляются специальные испытания мотоцикла в соревнованиях по подъему на холм и шоссейной линейных гонках на установление рекорда скорости возникновение новых видов соревнований стимулировало создание специальных спортивных и гоночных мотоциклов с развитием дорожных гонок продолжалась работа по достижению максимальных скоростей в рекордных заездах на различные дистанции осуществимо это было только на прямых участках автострад или специальных треках при этом конструкции мотоцикла предъявляли своеобразные требования поворотливости управляемость на виражах а процесс разгона и торможения играли здесь второстепенную роль соединение скоростных соревнований с ездой по бездорожью привело к появлению мотокроссов гонок по пересеченной местности в 1930-е годы популярными становятся трековые гонки при этом улучшается качество трасс и растут скорости специальных гоночных мотоциклов с течением времени появляются и развиваются все новые виды спорта связанные с мотоциклами настоящее время известно достаточное количество мотоциклетных дисциплин выросших из-за развлекательных программ или шоу и ставших вполне самостоятельными видами спорта например таких как стандрайдинг мотофристайл или супер мото многие любят комфортную еду на автомобиле другие предпочитают кататься на велосипеде а некоторые выбирают прогулки по парку но сегодня мы в гостях у человека для которого экстрим это привычное состояние для души и тела мотоспортсмен и преподаватель по управлению мотоциклом владимир олилайнен владимир здравствуйте добрый день добрый день сразу начну с основного вопроса как часто задерживаетесь в пробках ну с учетом что последний выбор моего мототранспорта это очень крупногабаритный мотоцикл бывают места что не протиснуться на нем но в целом практически не задерживаться равно комфортнее чем на автомобиле до однозначно однозначно комфортнее и при этом я не задержусь даже на нем пробках я конечно понимаю что вы наверное научились ездить на мотоцикле раньше чем ходить но все же в каком возрасте познакомились с первым двухколесным другом но если мы уберем велосипед из этого вида транспорта дата познакомился я нам сел на мотоцикл в 14 лет это был восход к авроровец это было давно у дедушки стоял мотоцикл вот на нем я-то первый раз и прокатился ну то есть и так сразу скажем проснулась до любовь к этому виду спорта ну как у всех мальчишек я думаю каждый мечтал кататься на мопеде особенно в те времена толкали заводили искали искру куда она делась ну да конечно конечно мотоцикл было здорово ну вот смотрите попробовали понравилось но почему все-таки решили так серьезно заняться этим видом спорта прям вот посвятить скажем этому свою жизнь почему решил серьезно посвятить жизнь мотоспорту и мото тематике да ну наверное образ жизни всегда в спорте и всю жизнь занимался спортом а одним либо другим да и со временем пришел ко мне мотоциклизм и соответственно было просто скучно наступил момент когда с просто скучно ездить по дорогам еще пользования и решил увлечься с мотоспортом санрайдингом первым чем я занялся ну то есть вы наверное как и многие спортсмены придерживаетесь того что для того чтобы достичь успеха нужно быть прям фанатом своего дела и чтобы это было образом жизни да я думаю что это в любом в любой сфере в любом деле деле мы должны любить это дело и тогда вы мы добиваемся каких-то результатов также насколько мне известно вы участвовали и побеждали на многих международных соревнованиях расскажите об этом подробнее но участвовал на многие побеждал не на многих да и были награды больше это призы зрительской симпатии занимал первые места соревнования международного уровня по стандрайдингу до достаточно интересная история в жизни но постепенно я ушел в преподавание со временем но все же из скажем спортивной карьеры какой турнир возможно или какие соревнования можете выделить все-таки самые запоминающиеся до запоминающиеся соревнования они все запоминаются это моя жизнь была на тот период времени когда ты выступаешь это зрители это друзья это поддержка близких больше это радует не сами кубки не сами награды а то что ты общаешься с людьми люди тебя принимают такой какой то есть ты находишься на в той среде обитания где тебе комфортно больше вот это наверное и поэтому да все они были все были замечательными и все в памяти как какие-то более яркие из-за места либо наоборот поражение падение не могу даже запоминается и победы поражения конечно потому что без поражения наверно не бывает не будешь стремиться до не будешь стремиться тогда как давно пришла идея начать обучать уже этому виду спорта обучая не виду спорта обучая управлению мотоциклов в связи с тем что очень много дтп происходит на дорогах и в независимости от стажа вождения в большем случае люди к сожалению очень плохо управляют мотоциклов и было как раз мысль снизить этот уровень травматизма поэтому и ушел в преподавание ну и были соответственно на только некие толчки насколько мне известно есть все же ряд направлений до в мотоспорте да конечно мотоспорт достаточно широкая тематика это motocross джим хана сейчас очень-очень популярная стала но вот шкмг это шоссе на кольцевые мотогонки разновидностей много и соответственно люди идут не в разные тематики а какое в основном вы практику тот же станрайдинг опять же я начал заниматься станрайдинг и трюковая от мото езда езда на переднем заднем колесе выполнение каких-то трюков потому что она более зрелищно более интересная начал с нее сейчас увлекаюсь в принципе всеми видами спорта потому что развитие она не должна останавливаться это интересно как шкмг так и мотокросс и очень нравится эндуро в крыму уже побывал в горах покатался на кроссом мотоцикле очень красивые места но и ребята хорошие вот кстати об этом я знаю что вы скажем во многих городах проводите семинары обучения что сказать скажите о крыме вообще как он здесь ну хочу сказать очень позитивные да очень позитивные эмоции у меня крыму потому что первый мой был тренинг проведем двух городах и очень большая аудитория была и очень люди очень хорошо приняли после чего пригласили как раз симферополь 1 был это феодосия и севастополь и люди которые из симферополя были в севастополе они пригласили в симферополе здесь также я проводил длительный тренинг и собралось очень много людей они приходили каждый день и получали ну необходимую информацию и благодарили за данную писали очень много после этого за даже были звонки вопросы какие-то определенные связаны с управлением мотоциклом вот после чего и пригласили даже про будут посотрудничать с мотошколой кстати вот люди приходят обучиться управлению мотоциклом это скажем больше желающих как хобби либо кто-то хочет в дальнейшем уже стать спортсменом здесь наверное нельзя это разделять больше конечно люди идут за получением эмоций других положительных чтобы все будни не были серыми соответственно даже если мы доедем на работе на мотоцикле мы получим достаточно очень много положительных эмоций соответственно люди наверное идут за новыми ощущениями а спорт переходит как соответственно уже с неким опытом и еще дополнительными ощущениями если конечно не идти с детства сначала в мотоспорт сначала мотоспорт идут а потом уже пересаживаться на мотоциклы но это связи с развитием мотоспорта слабым развитием на тот период времени да как поколение сейчас было упущено связано с мотоспортом то сейчас все-таки наоборот взрослые люди сначала идут учиться а потом идут мотоспорт детский мотоспорт пока сейчас только развивается становится опять на своей владимир теперь хотелось бы подробнее узнать о вашей книге расскажите пожалуйста о чем она моя книга написана для мотоциклистов разного уровня начиная тех кто планирует сесть на мотоцикл и даже профессиональных спортсменов также преподавателей здесь описано как устройство мотоцикла как мотоцикл управляется с точки зрения закона физики тут же описано тактическое поведение мотоциклиста чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия в ней также еще находится глава целая глава о преподавании школ инструкторов обучения управления мотоциклом создана мною методика и также разобранные дтп с точки зрения тактики вождения чтобы не попасть данную ситуацию то есть она является неким учебником как начинающего мотоциклиста так опытным профессиональному спортсмену человеку со стажем управляющим уже мотоциклом он много найдет для себя нового полезного и инструктора могут тоже ее почитать почитать найти методику понятие ее и применить на практике на обучение своих учеников ну что владимир теории все понятно я думаю пора перейти к практике не могли бы показать мне нашим телезрителям небольшой мастер-класс хорошо без проблем научим ну что владимир с чего начинается инструктаж инструктаж начинается с облачения в экипирование да чтобы человек до сохранился его при падении не пострадал не повредился с ученым того что навыков вождения у людей может не быть а может быть но не того уровня за которыми он пришел так как мы защищены первым делом я рассказываю о органах управления мотоцикла и как на него сесть данном случае мы подходим всегда с этой стороны то есть мы уже принц уошли шлем пока нам не понадобится потому что мы сначала садимся зажимаем передний тормоз двумя пальцами берем два пальца правой руки да совершенно двумя пальцами а два держат у нас не обжимаем ручку не не ручка газа вот да вот так да и два и садимся на мотоцикл не отрывая его от земли теперь отрываем убираем подножку сразу там вот который нам мешается и отпускаем тормоза так как у нас сначала идет теория я рассказа об органах управления которые находятся здесь как его заводить тормозные системы сцепления коробка передач и так далее когда ученик ознакомлен с мотоциклом мы начинаем с ним уже управление мотоциклом я его рассказа об особенностях да как он управляется и для начала конечно мне надо рассказать как он поворачивается как поворачивает мотоцикл потому что по прямолинейному движению он очень устойчив и любой мотоциклист и не мотоциклист может двигаться как на велосипеде так на мотоцикле но когда начинается поворот начинаются самые сложности мы переходим к управлению да как будто как я уже сказал что он прямолинейный он хочет ехать прямо и поворачивать он не хочет есть такое понять в управление мотоциклом это контроление и еще одно понятие которое я добавил уже во время написания книги и при обучении это возвратное контроление это два способа которые мы управляем мотоциклом соответственно сразу наводящий вопрос мы же на велосипеде ездили ну да а на мотоцикле нет а на скутере тоже нет тоже нет только на машине машины велосипеда опыта начинающего мотоциклиста когда мы планируем на велосипеде мотоцикле баскутере повернуть направо надо сделать некоторые действия до связанные с рулением на ваш взгляд куда надо повернуть руль если мы хотим поехать направо направо а давайте посмотрим что произойдет в этот момент давайте сейчас я один ушли мы мы посмотрим что будет происходить и вот по этой причине мы экипируем учеников потому что они думают что при повороте направо надо руль повернуть направо сейчас я буду ехать по прямой поверну руль направо можете не отходить направо понятно понятно то есть наоборот да все наоборот на самом деле сейчас нему шлем и расскажу как на самом деле это очень интересно и очень необычно как я уже сказал контроление мы сейчас убедили что при повороте направо он падает в противоположную сторону совершенно да совершенно верно что происходит дело в том что нам надо чтобы повернуть направо сделать три действия первое это кратковременный поворот руля противоположную сторону и мотоцикл тем самым наклониться в нужную сторону первым действием мы создаем наклон в нужную сторону то есть я хочу поехать направо мы все знаем что нам надо наклонить его направо поворачивая руль первым действием мы наклоняем противоположную сторону почему я повернул руль направо он у меня упал налево сами чтобы мне поехать направо я должен повернуть налево тогда он наклонится и после этого мы повернем руль направо и соответственно когда мы будем ехать руль будет складываться смотрите вот я наклонил видите как он быстро складывается, да? Соответственно, третье действие, я стал три действия, да, я должен удерживать руль от складывания до определенной скорости, потом это снижается давление. И теперь еще один будет интересный вопрос. Когда я еду уже в повороте, мы с вами знаем, что я удерживаю руль в повороте, еду направо, и мне надо поехать прямо. Большинство смыслов знает, что надо добавить газ, и мы пойдем прямо. Но если нет ситуации, куда добавить, увеличить скорость, добавляя газ, куда руль повернуть, чтобы поехать прямо, на ваше усмотрение. Я еду направо. Ну, может, направо, чтобы руль повернуть влево? Нет, я не думаю, как бы вы сделали. Давайте так. Вот мы едем направо, и нам надо прямо. Куда руль поворачиваем? Ну, налево, наверное. Налево, да? Да. Посмотрим, что произойдет? Давайте. Сейчас я буду по кругу ехать, поверну руль прямо, и мы посмотрим, что произойдет. Еду направо. Сейчас поеду прямо, смотрим. Ага. Еще раз пробуем. Еду прямо. Какая мысль, куда руль еще повернуть? Так. Ну, получается, когда вы выравниваете руль, он, наоборот, падает, да? Совершенно верно. Ага. Попробуем в другую сторону. Ну, да. Пробуем в другую сторону. Двигаюсь. Смотрим на руль. Видно было, да? Еще разочек. То есть, наоборот, еще, да? Поворачивая руль направо, мы распрямляем мотоцикл, тем самым он выравнивается. После чего мы поворачиваем руль прямо. Угу. Это мы прошли просто, как он поворачивает, да? То есть, по сути, это начальные навыки управления мотоциклом. Большинство людей, к сожалению, думают совершенно так же, как и вы. То есть, прямо это руль налево, он будет наклоняться тем самым. По стандарту, да, скажем? Да. И люди думают, что если направо, мотоцикл не хочешь поворачивать налево. И зачастую из-за этой причины очень много аварий у нас. Поэтому вот я пошел рассказывать людям, обучать людей управлению на мотоцикле. Понравилось? Да. Необычно. Велосипед управляется так же. Вот мы ознакомились с начальным стадием управления мотоциклом. Это только вот, можно сказать, в алфавите буковка А. Причем в очень начальной стадии. Информации по управлению очень много. И даже маленькая мелочь, она очень важна в управлении мотоциклом. Надо знать очень много и заниматься, тренироваться и обучаться. Теперь я могу показать некий мастер-класс на большом мотоцикле. Например, фигурное вождение очень тяжелого мотоцикла. Ну, давайте тогда посмотрим. Хорошо, перейдем к тяжелому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Владимир, я в который раз убедился, что это действительно очень непросто, и этим действительно нужно очень долго заниматься. Спасибо за такой мастер-класс. И скажите напоследок, ваши ближайшие цели, чего бы вы хотели еще достичь в своей карьере? В своей карьере, конечно, ближайшие, это мягко сказать, это дальние планы, я скажу. Я хочу изменить количество ДТП в мире. Они такие многозначные, никогда, наверное, не узнаю конечного результата, но я к этому стремлюсь, чтобы люди были здоровее, чтобы мотоциклы их радовали, ни в коем случае не огорчали. Ну что, тогда желаем вам в этом удачи. Спасибо за такую увлекательную беседу. Взаимно. А я напомню, что с вами был мотоспортсмен и преподаватель по управлению мотоциклом Владимир Олилайнин. Мотоспорт – это экстрим, адреналин и скорость. Каждый, кто хоть раз катался на мотоцикле, точно испытывал незабываемые эмоции. Но все же большинство людей уверены, что этот вид спорта опасен. Считают ли также симферопольцы, сейчас выясним. Мне кажется, что мотоспорт опасен, но не за водителя мотоцикла, а за водителей других транспортных средств. Потому что, как правило, если мотоцикли соответственны, он соблюдает правила и он бережет себя. Ну, мне кажется, в коей-то мере это может быть опасно, травматично. Ну, я считаю, это как и любой другой вид спорта. Так что, считаю, что он в меру травматичен. Для людей, которые к этому относятся ответственно, там, безопасность, подготовка, соответствующий опыт, почему бы и нет? Ну, вы знаете, может быть, если люди соблюдают правила движения, не превышают скорость, поэтому, может быть, и на мотоцикле можно ездить, а если и на машинах сколько разбиваются люди. Поэтому все зависит от самого человека и как он соблюдает правила дорожного движения. Катался на питбайке. То есть это не супер-мото, не спорт и не полноценный мотокросс-питбайк. Как бы можно рассматривать как мини-мотокросс, но ощущения тоже. Адреналин нормально поддает. Так, в принципе, если есть экипировка и на нее не скупиться, то жизнь сохранит точно. Хотя в зависимости от того, кто как катается. Кажется, что это для определенных людей. Ну, как бы кто-то любит экстрим, тот и катается. Но я лично не люблю, мне страшно. Вот. Как бы все от человека зависит, мне кажется. Ну, люди путают понятия. Экстрим и спорт. Вот. То есть можно получать удовольствие и эффект здесь, да, аккуратно занимаясь. И где-то там прыгай на мотоцикле по горам. То есть разные вещи. Спорт создан, чтобы люди как-то выплескивали свою энергию, как-то пытались реализовать себя. И поэтому мотоспорт такой же опасный, как и все виды спорта. И в этом нет ничего удивительного. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как я говорил ранее, разнообразие – это один из самых важных факторов при достижении успеха. Сегодня мы не будем использовать штангу, гантели, либо тренажеры. Сегодня в качестве разнообразия мы будем использовать лишь собственный вес. Когда речь заходит о тренировках собственным весом, первое упражнение, которое нам следует выполнить – это подтягивания на перекладине. Итак, приступим. Данный вид подтягивания мы выполним широким хватом, чтобы максимально нагрузить и включить в работу широчайшие мышцы спины. Итак, повисли на перекладине, и мощным рывком вверх на выдохе подтягиваемся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так как спина – это одна из самых крупных мышечных групп, мы выполним еще один вид подтягивания на перекладине. Только мы выполним теперь узким хватом, параллельным, для того, чтобы загружить уже не верхнюю часть, а нижнюю часть широчайших мышц спины. Итак, приступим. Занимаем исходное положение. И выполняем подтягивания. Пока наши мышцы спины отдыхают, мы выполним упражнение, которое направлено на развитие грудных мышц и мышц плеч. И это будет упражнение отжимания от брусьев. Итак, занимаем исходную позицию. Полностью выпрямляем руки, сгибаем ноги в коленных суставах, и на выдохе опускаемся и выпрямляемся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все знакомы с таким упражнением, как отжимания от пола. Но сегодня я покажу более усложненный вариант этого упражнения с использованием фитбола. Итак, используем вот такой вот фитбол, встаем в упор и выполняем отжимания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже если у вас нет по-другой определенного тренажера, штанги либо гантелей, вам всегда придут на помощь турник, брусья и отжимания. Занимайтесь спортом и будьте всегда в форме. Очередной выпуск программы «Спортивный характер» подошел к концу. За что я люблю свою работу, так это за то, что каждый раз я испытываю на себе новые незабываемые ощущения. Должен признаться, экстрим мне по душе. Но все же взамен двухколесному другу я предпочитаю четырехколесного. А с вами был я, Ленур Катаев. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»